Уфимская операция 100 лет спустя. В селе Красный Яр прошел военно-исторический фестиваль «Гроза над Белой», посвященный вековому юбилею одного из известнейших эпизодов гражданской войны. Гостей мероприятия ждали тематические площадки и масштабная реконструкция. Участники из 12 регионов России воссоздали одно из сражений по Дуфой. Подробности в материале Нормунса Калькиса. В парке Красного Яра нынче людно. Санитары разных эпох, солдаты Красной Армии, белые офицеры и даже стрельцы. И каждый из них может стать частью Добровольческой Армии. У нас здесь открыт вербовочный пункт Добровольческой Армии. И совсем это по месту. Здесь есть у нас представители и 1812 года, и вот в частности стоит пограничник начала Великой Отечественной войны. То есть можно сказать со всех времен? Со всех времен, да. Последний раз село видело такое разношерстное войско в 2009 году. Тогда прошел последний фестиваль «Гроза над Белой». Десять лет спустя реконструкторы со всей России вновь собрались под Уфой. Повод важный. Сто лет назад здесь гремели сражения гражданской войны. На площадках, разбросанных по парку, можно было окунуться в атмосферу тех времен. Одна из площадок – дом-музей 25-й Чапаевской дивизии. В нем когда-то проходили совещания. Восстанавливался после полученных ранений сам Чапаев. Бойцы Красной Армии выбрали это здание неспроста. По тому времени был очень большой. Вспомните, сто лет назад у бабушек два окошечка маленьких, соломенная крыша. И еще потому, что все белые верили в Бога и никогда не стреляли около церквей. Звучит приказ, и от толпы военных отделяются белые и красные. Стройными рядами они идут к месту сражения. На одном из крутых берегов реки Белой жители Красного Яра установили памятник Василию Чапаеву. Его торжественное открытие – последнее, что отделяет две стороны от грядущего сражения. Война никогда не меняется. Именно здесь, на этом поле, сто лет назад сошлись в бою красные и белые. Именно здесь Чапаев получил ранение в голову. Здесь же снимался фильм «Гроза над Белой», рассказывающий об уфимской операции. В ней сошлось около 50 тысяч штыков с обеих сторон. Масштабы реконструкции, конечно, гораздо меньше, но сами штыки затуплены. Не дай бог, кто-то в азарте битвы кого-то покалечит. А вот огнестрельное оружие боеспособное, хоть и заряженное холостыми патронами. В сценарии сражения реконструкторы прописывают заранее тактика, приближенная к реальным боевым действиям того времени. Красные наступают с большими интервалами между солдатами, чтобы дивизию не скосила пулеметная очередь. Наша задача – показать не только победу Красной армии, не только белую сторону проигравшей. Наша задача – увечить память о тех солдатах с двух сторон, которые погибали. Ведь это, братцы, убийственная война, очень тяжелая для нашего государства была. И вот мы хотим в конце реконструкции показать, дать память всем погибшим на фронтах. Красные сбросили противников во враг. Сражение закончилось, как и сам фестиваль. Как считают организаторы, следующую грозу над белой ждать 10 лет не придется. Норман Скалькис, Азамат Даянов, Россия Культура, Башкортостан.